Проблема с восприятием программы Sony Vegas Pro файлов в формате avi. При попытке открыть такой файл мы получаем ошибку, ошибку кодеков, то есть программа не может воспринять файлы формата avi, так как отсутствует кодек в системе операционной Windows. Вот вы можете видеть формат. Решение есть. В интернете предлагают различное количество решений, такие как установка кодеков для вашей операционной системы и типа это должно помочь, но на самом деле это не помогает. Кодеки я устанавливал, проблема осталась и я принял решение перекодировать видео из avi формата в mp4, дабы Sony Vegas Pro смог прочитать без проблем кодеки mp4. Для этого мне понадобилась программа для перекодирования видео. На самом деле их огромное множество, в том числе и онлайн версии, но все они платные и накладывают на видео свою рекламу. Но все же я нашел хорошую программу X-Vid 4 PCP, вы можете видеть ее на своем экране. Это официальный сайт, но здесь тоже есть проблема, последняя версия не скачивается почему-то. Нажимаем скачать, получаем текстовый файл. Скачав более позднюю версию, это у меня вышло на этом сайте, то декодировка видео проходила неудачно, пол видео обрезалась. В итоге я нашел просто на другом сайте, ссылочку на него я скину в описании. Скачал данную программу для своей операционной системы, в моем случае 64 бит. Если у вас 32, то скачаете 32. Ну и на этом все. Программа у нас есть, сейчас продолжим. Ну а теперь перейдем непосредственно к перекодировке. Откроем нашу программу. Программа не накладывает никакой рекламы, если что. Откроем необходимые файлы и добавим их в программу. Можно сразу все. Итак, добавляем все необходимые файлы. Видите, я их добавил несколько штук сразу. То есть все, что мне нужно было перекодировать изовик в mp4. Далее в правом столбце производим настройку. В принципе можно ставить все как есть, за исключением того, что нужно выставить вверху mp4 формат. Можно чуть увеличить количество кадров для улучшения качества. Конечно, лучше оно не станет, если оно у вас было плохое, но все же. Так, еще раз показываем mp4 и теперь можно нажимать кнопку старт. Дожидаемся окончания перекодировки всех фрагментов видео и продолжим. Обратите внимание, что кодировка из одного формата в другой завершилась успешно. На рабочем столе вы можете видеть появившиеся новые файлы видео в формате mp4. Давайте их группируем, добавив в отдельную папку, а затем протестируем, получилось ли у нас то, чего мы добивались. Устранили мы проблему или нет. Вот вы можете видеть все файлы. Ну и сама проверка. Добавляем новые видео в новом формате и все успешно. Видео добавляются, вы можете их монтировать без проблем. То есть вот такой способ решения данной проблемы. Не всегда могут помочь вам кодеки. Дорогие зрители, подпишитесь на данный канал и я вас уверяю, что с вашей поддержкой вы увидите еще много интересных и полезных роликов. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И помните, не будьте равнодушными к чужим трудам и творчеству. Субтитры создавал DimaTorzok